Вся тысячелетняя история Руси, она была связана с войнами, и на нас всегда, мы были всегда привлекательны, и на нас всегда были набеги, начиная еще с татар-монгольского иго, и в том числе, поэтому здесь мы, как у нас говорили, 700 лет наша страна провела в боях и походах. Поэтому и сейчас, когда вот даже в новейшей истории Вторая мировая война и самая страшная для нас Великая Отечественная война, она тоже была, собственно, целью захватить наши государства, наши ресурсы и так далее. Поэтому здесь ничего не поменялось, изменились формы и способы ведения войны. И послевоенная, холодная война, она тоже была нацелена именно на это. И сегодня путем локальных и горячих войн нам устраивают в том числе давление на нашу страну, я тоже считаю, что это является определенным ведением формы гибридной войны, которая сегодня проводится против нашей страны. Естественно, мы в таких условиях должны уметь защищаться, должны иногда даже уметь отвечать. Поэтому всегда мы будем вот в таком режиме, и ничего у нас не поменялось. Поэтому надо из этого исходить. И если бы в свое время советская страна не создала ракетно-ядерный щит, то, поверьте, с нами бы особо сейчас не церемонились. Это было, решили бы практически как в Югославии. Ну, то есть, это естественный процесс, потому что хотят захватить территорию. Ну, как бы не то, что хотят захватить территорию, это всегда было, все войны происходили за рынки сбыта, в первую очередь. Сегодня у нас, по большому счету, если уже так посмотреть, нас хотят выдавить с европейского рынка, потому что у нас он составляет более 400 миллиардов. Поэтому здесь, с Америкой у нас там 20 миллиардов. Поэтому здесь, естественно, все войны происходят за рынки сбыта. Все войны происходят из экономических интересов. Поэтому сейчас, если мы можем назвать, что против России ведется гибридная война, так называемая, информационная, частично локальная, геополитическая, то этот, опять же таки, идет все за рынки сбыта. Американцам необходимо списать свой баснослонный долг, который накопился за огромное, за это время, когда они печатают свои деньги. Поэтому списать их можно только проведением вот таких вот, либо маленького конфликта, либо проведением вот выдавливания с рынка сбыта своих конкурентов. Вот все, что, собственно, происходит.